Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В России огромное количество таких людей И мы все знаем, что у государства недостаточно ресурсов Для того, чтобы заниматься их реабилитацией У нас нет достаточного количества логопедов, нейропсихологов И больше всего страдают люди пожилого возраста Иллюзия думать, что большая часть инвалидов – люди молодые 65% инвалидов России – это люди старшего возраста Соответственно, на них меньше всего рассчитана программа Спасибо большое И по этой причине нам очень важно сделать эти программы для них Потому что это и программа для нас Дедушка И – это онлайн проект реабилитации и для мозга, и для тела Который будет совместим с интерактивными устройствами и с очками дополненной реальности Но при этом мы стараемся сделать так, чтобы этот проект был рассчитан на взрослых Потому что если вы посмотрите на эту картинку, то это то, что вы получите сейчас То есть к вам придет логопед, принесет детские книжки Моя семья через это проходила Если вы пойдете в какой-то реабилитационный центр, даже очень дорогой, вы будете играть в детские игры То есть мы же предлагаем сделать все-таки проект для взрослых Это проект «Интерактивная карта мира», который рассчитан именно на работу с разными зонами мозга И я как нейролингвист могу вам гарантированно сказать, что мы можем восстановить те зоны мозга, которые были разрушены То есть процесс выращивания новых нейронов занимает несколько лет, и это ежедневные тренировки На экране вы видите как будто бы каракули, но если у вас парализованы руки, по-другому вы не можете чем-то заниматься Эти прописи сделала Мария Григорьевна Храховская из Института мозга имени Бехтеревой И у нас есть разрешение использовать их в этом проекте В чем же суть того, о чем я говорю? Это сайт И этот сайт – это система жизни То есть это не только реабилитационные занятия Потому что люди, которые ограничены дома и которые переживают из-за того, что что-то с ними не так Они хотят жить, они хотят путешествовать, они хотят есть вкусную кухню, ходить в рестораны И наша задача – показать этим людям, что они могут это сделать Но делать им это нужно грамотно, потому что у них должна быть и специальная диета, и какие-то возможности Иллюзия думать, что эти люди бедные – это неправда У меня есть знакомые, которых я консультирую Они с тяжелой степенью инвалидности, но они ездят с личными водителями Поэтому это проект для людей, которые могут быть занятыми, но они точно так же имеют какие-то проблемы Соответственно, мы нуждаемся в первую очередь в оборудовании И поскольку здесь есть представители Австрии, мы готовы взять оборудование на тестирование в медицинских центрах Потому что наши программы универсальны, и они должны работать на любых самых недорогих устройствах Соответственно, также мы готовы взять пробу на помощь программистов, дизайнеров Потому что вложения в проект на первом этапе дорогостоящие – это 3,5-5 миллионов рублей Но это нужно для того, чтобы этот сервис был бесплатным для людей И KPI от этого проекта будет в том, что государству не придется расходовать огромное количество средств, которые расходуются сейчас И расходуются неэффективно Потому что один родственник не способен заменить команду реабилитологов И эти родственники, их 2 миллиона 200 тысяч человек, они сейчас прикованы к своим близким И впоследствии они сами тоже могут инвалидизироваться Поэтому эта система занятий, она будет им в свободное время Соответственно, мы, авторы проекта, я, Варвара Снегирева и Надежда Назарова Конечно, этот проект изначально мы и придумывали под своих близких людей Потому что отец Надежды перенес инсульт Мой дедушка, он был академиком И мы ездили в Израиль И мы жили в Италии И мы жили в Чехии И нигде никто не мог нам помочь Потому что такой непрерывной системы занятий пока нигде в мире не существует Я говорю это, в общем-то, совершенно ответственно При этом эта программа может быть частью системы, которую мы называем детский сад для взрослых Аналог есть в Америке, называется Adult Healthcare Center То есть это центры, куда приходят люди на целый день, с которыми там занимаются специалисты Спасибо вам за внимание У нас есть прототипы сайтов Да, и у нас есть видеосервис Консьерж видеосервис, который будет работать именно для индивидуальной помощи людей Как Skype, но это будет намного проще Спасибо за внимание Спасибо тебе, Варвара Замечательный проект